Здравствуйте! Сегодня разговор пойдет у нас об одном из самых красивых цветущих цветов – это азалия. В южных регионах азалия произрастает в садах и представляет из себя красиво цветущий высокий кустарник. У нас, в нашем регионе и в других северных широтах азалия расти может только в горшках. Очень часто, получив азалию в подарок или купив, мы приносим ее домой, и через несколько дней буквально азалия начинает у нас чахнуть, а буквально через несколько недель она и вовсе умирает. От чего же это происходит? Сейчас я вам расскажу. Итак, самая первая и главная ошибка. Когда мы приносим домой вот такую красавицу, которая росла в тепличных условиях, при определенной влажности, освещенности, попадая в наши квартиры с сухим воздухом и с температурой воздуха, как правило больше 20 градусов, для нее наступают экстремальные условия, поверьте. Первое, что вы должны помнить, принятия азалию домой, ее ни в коем случае нельзя пересаживать, ни при каких условиях, так как для нее и так идет период адаптации, довольно-таки сложный момент, и если вы еще к этому приобщите пересадку, то растение просто может погибнуть, не выдержав таких стрессовых условий. Помните, что азалию нельзя ставить на южное окно, где у вас бывает в частном госте солнышко. Азалия не выносит яркий солнечный свет. Высокая температура наших квартир также губительна для азалии. Так как же понизить температуру? Как создать те самые комфортные условия, при которых она будет чувствовать себя хорошо? Помните, что для цветка азалии температура наших квартир является губительной. Так как же создать те самые оптимальные условия для того, чтобы азалия чувствовала себя хорошо? Максимальная температура содержания для азалии – это 12-14 градусов зимой. Еще очень важный фактор для азалии – это влажность. Как создать оптимальные условия влажности? Есть два момента таких. Можем мы пойти простым путем, поставить поддон, на поддон насыпать гальку или керамзит, поставить горшочек с азалией и увлажнять. Тем самым мы повысим влажность воздуха. Можем мы ее все время опрыскивать. Но помните, когда вы опрыскиваете растения, то цветы мы прикрываем рукой. От такого количества воды цветочки будут быстро портиться и увядать. Еще одним способом мы можем также повысить влажность воздуха. Это такой маленький секрет. Опытные садоводы и цветоводы знают, что если мы горшочек с азалией, вот так по краешку горшочка разложим кубики льда или снег. Тем самым мы понизим температуру почвы. Создадим те самые… снег будет таять, создадим дополнительную влажность, а также полив, и тем самым азалия будет прекрасно себя чувствовать. Еще одно условие для пышного цветения и роста, красивого роста вашего цветка – это, конечно, почва, грунт, в котором будет произрастать ваш цветок. Он должен быть кислый. Грунт, в котором будет расти азалия, должен быть только специальный. Никаких фантазий и вариантов на эту тему не допускается. Только для азалии. Помните, это важно. Еще хочу поделиться с вами маленьким секретом. Смотрите, вот в период, когда у нас стоят в доме елки, ели, как правило, они теряют иголки. Не выбрасывайте эти иголки, засыпьте им азалию. Поверьте, она вам скажет спасибо. И еще знаете что? И еще и гортензия. Если в доме вашем есть гортензия, она тоже вам скажет большое спасибо. Добавив хвою в горшок, тем самым мы улучшаем структуру почвы. Почва становится более рыхлой. И самое главное, мы повышаем кислотность почвы. А почва, как я уже говорила, у азалии должна быть кислая. Также следует помнить, что азалию рыхлить нельзя. Ни при каких условиях. Подкормку азалии мы осуществляем раз в неделю. Самое главное, помните, вариантов никаких не допускаем. Только удобрения специальные для азалии. Вот наши производители приготовили большой выбор. Смотрите, на любой кошелек и на любой вкус. Поэтому выбирайте, какие вам больше нравятся. Но только для азалии. Если есть у вас дача или какой-то другой участок земельный, то в летний период времени, когда у азалии наступает период покоя, прикопайте азалию в саду, но всегда в тени. Для нее это будет настолько временем каникул, что на следующий год, когда начнется период цветения, вы увидите, как она у вас оздоровилась на вашем курорте. И вы почувствуете разницу. Летом, когда идет активная закладка цветочных бутончиков, основным еще является прищипывание. Это очень важный момент. Помните, чем больше вы ее пострижете, тем больше пойдет боковых побегов, и тем больше будут у вас цветов. Вы знаете, если честно, стригите прям вот ее безжалостной рукой. Не бойтесь. Чем вот на 5 даже листочков, 5-6 вот междуузелев вот таких вот, можно постричь вашу азалию, и она только вас отблагодарит. Вот из каждого вот этого междуузеля, который вы отрежете, пойдет много боковых побегов. И боковые побеги мы тоже прищипываем верхушки у них. А те кусочки, которые вы отрезали, вот такие верхушечки, их можно укоренить. Укореняем обычным способом, в кислом торфе, под колпачок какой-нибудь, банку, или там, смотрите, очень многие используют пластиковые бутылки для укоренения, тоже очень удобно. Укореняем, для этого мы обрабатываем корневидом, ну и все как обычно. Втыкаем в землю, и через 3-5 недель у вас будут новые азалии. Свои уже. Ну, честно говоря, я вот много-много раз пробовала укоренить ее. Процесс настолько неблагодарный, то есть, например, из 10 черенков, которые я поставила на укоренение, ну, может быть, 2 укоренятся. Ну, я думаю, что все советы, которые я вам предложила, вам пригодятся, поэтому оставайтесь с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok